Они обе мечтали об этой встрече. Каждый день Алина представляла, как подарит маме букет ее любимых цветов и обнимет ее. И, наконец, этот день настал. И тут я вижу маму в машине. Я бегу к этой машине, водитель мне сигналит, мол, куда ты бежишь под колеса. А я с этим букетом бегу к ней, и все. И мы уже обнимаемся, и не можем отпустить друг друга. За минувший год мама и дочь пережили тяжелые испытания. Вита пыталась выжить в российском СИЗО с тяжелым заболеванием. А Алина стучала во все двери, чтобы добиться справедливости и вызволить свою маму. Меня выпустили 5 мая. У нас был концерт, посвященный 9 мая. И тут пришли две женщины, позвали меня и сказали. Ваши вещи собраны, до свидания. Я помнила номер телефона брата и сразу же ему позвонила. Говорю, Саша, ты можешь меня забрать? Он спрашивает, когда? Я ответила, сейчас. Он все бросил и приехал. Я выхожу, он стоит. Я больше ничего не видела и земли под собой не чувствовала. Это были такие ощущения, непередаваемые. Я не верила, что это реальность. Я не верила просто тому. После освобождения Вита сразу поехала к родителям в небольшой поселок Волновахского района Донецкой области. Дочке Вита решила сделать сюрприз. Приехали домой, и они тут же включили телефон. Невестка стала общаться с дочерью по телефону и говорит, Тут есть для тебя сюрприз. И развернула. Ну, она говорит, ты сейчас не занята, нет? А ты можешь включить камеру? Я еще думаю, зачем включать эту камеру? Недавно же говорили. Ну ладно, я включаю камеру, а там мама. Глаза видят, а я не верю тому, что вижу. Я приближаю камеру, мама, мама, приближаю и все. Слезы градом покатились. Я до последнего не верила. Алина признается, накануне встречи с мамой ей приснился вещий сон. Правда, тогда девушка не поверила в то, что он может так скоро сбыться. Мне приснился сон, что я включаю телефон, я подписана на Еленовку, на координационный штаб, на все эти группы в Телеграме. Открываю Телеграм, а там сказано, сегодня будут хорошие новости о Вите Ганыч. А я еще думаю, почему так прямо написано «Вита Ганыч»? Когда утром проснулась, зашла в Телеграм, там ничего не было. Думаю, ладно, не буду рассказывать об этом с ней никому. Ни бабушке, ни подруге. И вдруг еду домой, и этот звонок. Я говорю, мама, мне сегодня сон снился, что о тебе будут хорошие новости. Так оно и произошло. Это я уже ее здесь, в Днепре, встретила. Как только мы связались, я сказала, мама, все, ты едешь ко мне. Я нашла перевозчиков, мама сразу собрала вещи, пять дней в пути, и она здесь. Уже несколько месяцев Вита проходит обследование и лечится. И до плена у женщины были проблемы со здоровьем. В СИЗО состояние Виты ухудшилось. За решеткой она пыталась держаться ради дочери. В первые месяцы плена я три раза была в больнице из-за своих приступов. Это было очень сложно. А потом я вдруг осознала, что у меня есть родные, которые меня ждут, и Боженька, который мне поможет. Много лет Вита была на специфическом лечении из-за новообразования в голове. Ей нельзя было пропускать прием препаратов. Но при аресте россияне ей не разрешили взять с собой медикаменты. Из дома женщину забрали в домашних тапочках и халате. А когда в колонии у Виты начались приступы эпилепсии, там не придумали ничего лучшего, как закрыть ее в психиатрическом отделении. Там ее привязывали к кровати и пичкали психотропными препаратами. Там нельзя жаловаться. Ты просто сидишь, и все происходящее прокручиваешь в голове. И плачешь, плачешь. Первые три месяца я только плакала, и больше ничего. Сегодня Вита и Алина поддерживают тех, кто все еще ждет возвращения своих родных из плена и надеется услышать такие долгожданные слова. Я дома. Я в Украине. Мама, все нормально, все. Я вернулся живой, здоровый. Все хорошо, мамулечка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok